Всем привет, друзья! Сегодня я хотел бы вам представить обзор на модель компании ICM линкора Kronprinz. История данного линкора достаточно большая. У него были бои, он был торпедирован, был поврежден, он ремонтировался и снова выходил в бой. Но после подписания Версальского соглашения было принято командованием флота о затоплении корабля. Это произошло незадолго до подписания данного даже соглашения. Это примерно июнь 1919 года. Данный линкор это линкор первой мировой войны. Ну что, друзья, давайте посмотрим, что у нас в коробке. Первое, что мы видим, это красочный боксар. Далее у нас коробка из плотного картона. Открываем коробку. У нас здесь пакет с котниками и инструкция. Также у нас здесь есть декаль. Название корабля, я так понимаю, его можно сделать на подставку. Сейчас с вами посмотрим. Начнем обзор декали. Покажу вам поближе. То есть вот у нас декаль. Декаль выполнена на новой бумаге. Компания АСЕМ теперь выпускает все декали на новой бумаге. И вот такое название корабля нашего. Это на подставочку. Два экземпляра, скажем так, дает нам компания АСЕМ. Теперь, друзья, давайте посмотрим нашу инструкцию. Инструкция выполнена в виде журнала в формате А4. Давайте покажу вам краски, которые используются в данной модели. Вот наши цвета. На первой странице у нас на двух языках. Русский и английский. Технические характеристики и описание данного корабля. На первом у нас развороте указаны наши летники. Красным цветом обозначаются неиспользуемые детали в данной модели. Далее у нас идет сборка нашей модели. Хотел бы обратить внимание, что инструкция у компании АСЕМ достаточно подробно. Каждый шаг описан очень подробно. Это очень хорошо как для опытного моделиста, так и для новичка. При сборке не составляет проблем. Найти какую-то деталь и собрать. Дальше у нас наша инструкция. То есть тут все указано. Что и куда вставить. Ну и в конце тут сборка подставки. Наши окончательный вид нашей 3D модели. Далее здесь у нас дан, получается, вариант окрасы. Окраса у нас на 1915 год. Далее, друзья, у нас убор летников. Модель у нас в 700-ом масштабе. Один к 700. Поэтому модель не такая большая. Но очень интересная. Очень интересная. Так. Вот наш корпус корабля. Так. Что-то, как я не знаю, конечно, надо инструкцию смотреть. Ну, ждем взор. Отлокательный находится внутри. Тут все хорошо. Откладывать. Удальная следующий литник. Тут также все отлично. Следов облоя, толкателей, каких-либо других дефектов нет. Хотел бы обратить внимание. У нас детали палубы. Палуба, похоже. Ну, да. Думал, что это палуба. То есть, имеется рельеф на палубе. Имитация досок. Или из чего там скатались. Так. Дальше следующий литник. Это у нас. На нем присутствуют маленькие детали. Каких-либо дефектов, облоя или еще чего-либо на данном литнике нет. Далее у нас наша подставка. И вот сюда приклеивается название корабля. У него все доставится. И тут все тоже хорошо. Далее у нас следующий литник. Хотел бы обратить внимание, что также у него присутствует множество мелких деталей, которые определят все отлично. Каких-либо дефектов на данном литнике нет. Наш следующий литник. Также мелкие детали. И также все замечательно. И наш последний литник. Тут тоже у нас. Каких-либо дефектов на модели не обнаружено. Модель пролита отлично. Модель отличного качества. То есть каких-либо проблем, я думаю, у вас при сборке возникнуть не должно. Вот, друзья, и завершим наш обзор. Хотел бы сделать небольшой подыток. Качество модели на высоком уровне. Детали литники все пролиты хорошо. Мелкие детали пролиты без каких-либо дефектов. Обойной модели отсутствует. Недоливов или каких-либо сдвигов также не обнаружено. Поэтому, если вы любите флот первой мировой войны, то покупайте смело. Модель отличная. Я думаю, что она должна вас порадовать. Всем спасибо. Пока. Пока. Пока.